Время местное Время местное В преддверии празднования Дня культуры звучали слова признательности в адрес причастных В Лабытнанге завершилось первенство Ямала по хоккею среди юношей до 13 лет Сегодня в администрации города состоялись публичные слушания На повестке дня один актуальный вопрос Присоединение поселка Харп к Лабытнанге Инициативу харповчан обсуждали депутаты, общественники Репортаж Дарья Самородова С 1 мая поселок Харп, располагающийся у подножия горы Раи Снова может войти в состав Лабытнанге, как это было до 2004 года Последние 15 лет харповчане были в ведомстве администрации приуральского района Жители Харпа уже проголосовали за выход из района Основным аргументом северян послужила удаленность от райцентра Оксарка И близость к Лабытнанге Сегодня очередь лабытнанцев Глава города Марина Трескова и ее команда провели анализ социально-экономических показателей Рассмотрели развитие перспективных планов поселка Собственные доходы поселка, и они большие молодцы Это 53 миллиона 322 тысячи рублей, то есть 23 процента Лабытнанцы этим похвастаться не могут Это хороший показатель, потому что это в основном средства, поступившие от налогов на прибыль Это 45 процентов, 24 миллиона И доходы от использования муниципального имущества 49 процентов, почти 26 миллионов рублей Объединение города Лабытнанги с поселком городского типа Харп Упростит поступление в город питьевой воды из реки Собь Расчеты по этой статье перестанут быть межмуниципальными Кроме того, глава города также отметила, что Харп и его окрестности Представляют собой природную зону, которую можно сравнить со Швейцарией Таким образом, поселок является отличным местом для организации туризма и привлечения инвесторов Многих лабытнанцев волнует жилищный вопрос, а точнее очередь, которая уже существует Не будет ли она объединена соседями Эти очереди не могут быть едины Потому что у каждого человека, у каждой семьи есть свои планы И у каждой семьи есть своя ситуация Поэтому в своем докладе я специально акцентировала внимание На детальное адресное изучение ситуации семей, которые проживают в аварийном фонде в поселке Харп Своих лабытнанцев мы знаем, у кого какие чаяния, надежды, какая квартирография на востройках Это мы уже изучили А что касается харповчан, то никогда нельзя менять и влиять на планы человека Которые, по сути, зависят от тебя, принятия нелепых решений На публичных слушаниях задавали вопросы о геральдике, о муниципальных образований Как заверила глава города, они останутся неизменными В случае объединения Харп будет также стремительными темпами развиваться, как и лабытанги Будут строиться дороги, благоустраиваться дворы и общественные территории Пройдет модернизация поселковой школы и социальных объектов То направление, о котором сегодня немножко, скажем так, было озвучено Направление развития туризма и стратегии социально-экономического развития поселка Харп Утвержденную нашим губернатором Эта работа, скажем так, впереди, она огромная И сегодня надо подключаться, разрабатывать общий план реализации этой стратегии Ну и воторять в жизнь все Объединение на окружном уровне произойдет после того, как инициативу одобрят оба муниципалитета Я считаю, что данное преобразование пойдет на пользу нашему городу Мы будем развиваться еще больше, еще быстрее И жизнь покажет, как все обернется Пенсионеры-то они и так были у нас в Лабутнангах и обслуживались в городе Лабутнанге То есть таких вот не было у них сложностей, скажем так Но остальным, которые обслуживались в Оксарке, конечно, это составляло значительные затраты И по времени, и дальность, отдаленность центра муниципального образования Поэтому, конечно, для граждан-харпавчан присоединение к городу Лабутнанге будет удобнее Но она может быть комфортнее работать с остальными Сегодня были выслушаны все за и против Уже на следующей неделе все публичные обсуждения будут рассмотрены и депутатами городской думы Затем объединение Лабутнанги с Харпом обсудят на окружном уровне Дарья Самородова, Николай Снегир, программа «Время местное» Популярный ямальский проект «Живем на севере» полностью обновился Предложить идею, которая изменит город, поселок или двор Авторизованные пользователи теперь могут в один клик О новых опросах расскажет информационный чат-бот проекта В дизайне сайта обновлены цветовая гамма и логотип Символом «Живем на севере» по-прежнему осталось семейство медвежат Но теперь они приобрели ямальский колорит Изменилось также содержимое портала Благодаря сервису «Предлагай» можно не только быстро направлять свои предложения Но и отмечать лучшие, отслеживая их реализацию За каждую идею, голосование или комментарии пользователям по-прежнему начислят баллы Которые можно обменять на полезные сувениры или услуги Теперь для получения призов будут использоваться QR-коды Что значительно упростит процедуру Скоро у портала появится мобильное приложение Над ним уже колдуют разработчики А подписавшись на чат-бот проекта в популярных мессенджерах Можно узнать о новых мероприятиях и активностях Найти информацию о важных событиях в округе или муниципалитете Проект «Живем на севере» реализуется на Ямале с 2017 года На портале зарегистрировано более 90 тысяч ямальцев Которые предложили около 10 тысяч идей и инициатив А также приняли важные решения для развития городов и округа Проект партии «Единая Россия. Безопасные дороги» Активно реализуется в стране и в нашем городе в том числе На днях рабочая группа проверяла содержание дорог А сегодня внимание уделили самым маленьким участникам движения Для них провели тематический урок Репортаж Альмиры Новоселовой Добраться из дома в школу и обратно Непростая задача для первоклассников Светофоры, дорожные знаки – это для них пока целая наука Поэтому зачастую младших школьников привозят родители Наблюдая за ними в машине, ребята уже узнают о правилах дорожного движения Когда мы едем, нам надо пристегнуться И когда мы едем, если пешеход идет, потом останавливаться надо Чтобы пешеход прошел На красный надо остановиться и пропустить пешехода На желтый приготовиться ехать, завести мотор А на зеленый уже ехать Выходить из машины надо в том месте, где тротуар А не дорога, не проезжая часть Урок по элементарным правилам дорожного движения для пешеходов Первоклассникам провели в рамках проекта партии «Единая Россия. Безопасные дороги» Дети на самом деле стали намного образованнее в этом плане То есть все знают правила дорожного движения В большинстве своем все знают И знают, как выходить из автобуса И садиться в автобус И как переходить дорогу То есть довольно-таки высокий уровень сегодня показали детям Дети – самые незащищенные участники дорожного движения По словам госавтоинспектора, в случае ДТП они получают тяжелые травмы В 2020 году на территории города Лабутнан Зарегистрировано 4 ДТП с участием детей В которых 5 детей получили травмы различной степени тяжести Также за сотрудниками госавтоинспекции В 2020 году было выявлено около 350 нарушений правил дорожного движения детьми до 16 лет После игры в различные ситуации, которые могут быть на дороге Юным пешеходам вручили свидетельство Символ того, что они теперь знают все правила И могут самостоятельно ходить в школу Кроме того, ребята дали клятву соблюдать ПДД Соблюдать все сигналы светофора Клянусь Не играть на проезжей части дороги Клянусь Не создавать опасных ситуаций на дороге Клянусь Альмира Новоселова, Сергей Антропов Программа «Время местное» В школах Ямала внедряется информационно-коммуникативная платформа «Сферум» для дистанционного обучения Сейчас проходит этап ее апробации Она станет альтернативой платформе «Зум», с которой учеников и их родителей в прошлом году познакомил режим самоизоляции К новому сервису подключились 20 образовательных учреждений Лоботнанские школы в том числе Как выглядит и работает «Сферум» расскажет Светлана Кель Является доступным, первое, второе, мобильным и, конечно же, адаптированным, адаптивным таким ресурсом Цифровая платформа «Сферум» – сервис российских разработчиков Главная его задача – помощь в обучении школьников на дистанционке Доступность, мобильность, адаптивность – это, конечно, здорово, но основное преимущество «Сферума» – безопасность Доступ на образовательную платформу ограничен только для участников образовательного процесса нашего учреждения Наталья Втулкина – заместитель директора восьмой школы, а по совместительству администратор виртуальной образовательной площадки В практике дистанционного обучения, рассказывает она, были неоднократные попытки сорвать урок посторонними людьми С внедрением новой платформы такие случаи будут исключены Видно хорошо? Да Сегодня восьмая школа проходит этап регистрации К «Сферму» уже подключили 170 участников, в планах 818 Пока же взрослые дети тестируют платформу и ее возможности Святослав, ты видишь экран? Да Мой? Я включила демонстрацию экрана? Нет, не вижу То есть я могу открыть любой документ, да? Любой документ, и ты его будешь видеть? Нет, я не вижу пока что Начать урок в один клик. Что может быть проще? Система дает возможность ребенку на уроке поднять руку Учителю демонстрировать рабочий стол, презентацию Сферум работает на технологиях соцсети ВКонтакте У них даже интерфейс схожий Общим с ВК должен быть и аккаунт Это такой коммуникационный ресурс, который пугает родителей В том плане, что родители стараются ограничить своих детей От пользования социальными сетями В этом минус, конечно В дальнейшем, уверяет Наталья Втулкина, разработчики сделают вход на Сферум через госуслуги Сегодня этот надежный ключ используется в сетевом городе До начала нового учебного года перейти на новую коммуникативную площадку Которая, по сути, является аналогом видеосервиса Zoom Должны будут большинство ямальских школ Светлана Кель, Эдуард Захаров, программа «Время местное» Сегодня в преддверии празднования Дня культуры В ГДК «30 лет победы» звучали слова признательности в адрес тех, кто хранит культуру нашей страны И тех, кто вносит в нее что-то новое Лучшим сотрудникам вручили грамоты и благодарности законодательного собрания Городской думы главы города Управления культуры Праздничную атмосферу подчеркивали выступления творческих коллективов Репортаж Ирины Волокитиной В городском ДК торжественно чествовали и целые организации, и отдельных сотрудников Несмотря на то, что прошедший год выдался непростым из-за пандемии Лабытнанская сфера культуры участвовала в разных конкурсах Побеждала, получала гранты и внедряла новые проекты Вы освещаете жизнь других людей своей профессиональной деятельности ярким светом Вы наполняете души людей особенным теплом И поэтому все ваши учебные классы, сценические подмостки, музейные и библиотечные залы, сцены Наполнены атмосферой тепла и дружелюбия Посещая все учреждения сферы культуры, ощущаешь такой невероятный подъем сил Что даже сейчас, когда я вышла на сцену, меня просто очень трепетно зовет душа Говорить о вас только эпитетами в превосходной степени Марина Трескова благодарила сотрудников культуры и от себя лично, и от всего города Глава вручала героям дня поздравительные адреса, благодарности и грамоты Выходя на сцену за наградами, многие были тронуты до глубины души А Юля Мусагитова даже продекламировала стихотворение собственного сочинения Культура Лабакнанги сияет ярким светом И с трепетным волнением вновь рукоплещет зал Ведь зритель впечатлен представленным сюжетом И каждый из актеров столь близким людям стал Наша профессия самая замечательная Нести культуру, растить таланты Дарить людям радость и хорошее настроение И сегодняшнее мероприятие – это еще один повод выразить всем вам слова искренней признательности и благодарности Праздничную атмосферу подчеркивали выступления участников творческих коллективов Они подготовили свои лучшие концертные номера Настроение великолепное, потому что коллеги, они умеют это делать И делают это с огромным успехом И вообще, вы знаете, честно скажу, что, по-моему, в Лабакнангах и наобской культура на высшем уровне Сегодня вместе со мной этот праздник празднуют те, кто многие годы трудится на благо людей Во благо людей И частичку души своей оставляет И ни чуточку об этом не жалеет Какое может быть настроение? Настроение замечательное Как всегда, наши работники культуры сделали свое дело Сделали настроение, создали атмосферу Поделились своим теплом, добротой Поэтому хотелось бы сказать только теплые слова Поблагодарить нашего руководителя Нашего главу города За то, что они так нас любят, ценят И пожелать всем крепкого здоровья и с наступающим праздником День работника культуры – это профессиональный праздник творческих людей Сотрудников музеев и библиотек, педагогов дополнительного образования Специалистов домов культуры, коллективов художественной самодеятельности Настоящих хранителей и создателей культуры Ирина Волокитина, Сергей Антропов, программа «Время местное» 21 марта в календаре отмечено как Всемирный день людей с синдромом Дауна В средствах массовой информации эта дата используется для информирования людей о людях, которые с ним живут Синдром Дауна характеризуется определенным набором физиологических особенностей А главное, ребенок с таким расстройством развивается заметно медленнее своих сверстников В реабилитационном центре «Жизнь» прошла акция с участием детей, которые рисовали на футболках Деньги с их продажи пойдут в поддержку особенных детей Репортаж Анастасии Шиховцовой Акция, посвященная солнечным детям, так их называют за дружелюбие и открытую приветливость Началась с подготовки Под футболки положили коврики, чтобы не испачкаться во время нанесения краски Материалами в процессе разукрашивания стали кисточки, гуашь, апельсины, лимоны и несколько других фигурок На акции присутствовали и родители с солнечными детьми Мама со Златой посещает центр на протяжении полутора лет Говорит, что арт-терапия очень помогает дочке, так как при рисовании задействованы руки А мелкая моторика – это развитие интеллекта Мы, получается, проводим арт-терапию про краски футболок В дальнейшем эти футболки будут перенаправлены на ярмарку добра, где все желающие могут их прибыть Мы рисовали футболку, чтобы она была красивой Какие цвета ты использовала? Желтый, синий и розовый Больше всего ребятам понравилось делать на футболках отпечатки своими разукрашенными краской ладошками Их улыбки тому подтверждение Напомним, что год добра, объявленный главой города, продолжается И каждый желающий может помочь, приобретя футболки на ближайшей ярмарке добра Анастасия Шаховцова, Григорий Волков, программа «Время местное» В среднем каждый человек проводит во сне треть своей жизни Поэтому нельзя было не посвятить этому всемирный день Именно эта дата отмечается сегодня Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность Приводит себя в порядок Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощущением свежести и прилива сил Карина Щербакова расскажет подробности того, чем мы занимаемся регулярно Полноценный сон – здоровое будущее Таков девиз Семирного дня сна в 2021 году Особенно для детей он имеет огромное значение для правильного развития Значит, какой сегодня правильный день всемирного сна? Педагог-психолог Мария Сандуляк рассказала воспитанникам детского сада «Снежинка» О пользе правильного и здорового сна Понимать это стоит уже с детства Цифровая среда обитания, использование электронных устройств Все чаще врачи констатируют тот факт, что современные дети не досыпают Сон – это особое состояние человека Он дарит нам силу, здоровье, хорошее настроение Спокойная музыка, правильная цветовая гамма и нужный настрой Занятия ребята учились правильно расслабляться и готовиться ко сну Дети ребята представляют что-то радостное И получают таким образом, наполняются ресурсом, где им было хорошо Или представляют, где им будет хорошо Таким образом себя оздоравливают Чтобы ребенок легко и быстро засыпал За час засна специалисты рекомендуют исключить шумные игры Использование гаджетов Необходимо создать правильную атмосферу Это зависит от индивидуальности, от темперамента ребенка Можно некоторым массажик сделать Другим что-то порисовать Третьим сказку прочитать То есть здесь чисто индивидуальный подход То, что нравится ребенку Полноценный сон – показатель здоровья детей Их психического благополучия В то время как его нарушение – повод для серьезного беспокойства и вмешательства специалистов Ребенок, который не досыпает в течение нескольких дней Он становится раздражителен, невнимателен Соответственно, в последующем сону Нервная система не успевает отдохнуть И сон тоже от этого будет страдать От качества сна зависит состояние ребенка Его уровень внимательности и концентрации Научные институты всего мира продолжают изучать его влияние на детское здоровье Однако уже очевидно В жизни детей сон играет важную роль Которую нельзя будет восполнить в будущем Карина Щербакова, Евгений Садыков Программа «Время местное» В Лабытнанге завершилось первенство Ямала по хоккею среди юношей до 13 лет Спортивные баталии на льду «Авангарда» продолжались три дня Участниками турнира стали четыре команды Хозяева «Полярные волки», сборная Пуровского района, Лемминги-Ярсали и Северная корона из поселка Мужи Игры проходили по круговой системе, так что сыграли хоккеисты с каждой из команд соперников Открыли турнир Северная корона и сборная Пуровского района Несмотря на старания ребят из поселка Мужи, отвоевать лидерство в первой встрече им не удалось Игра завершилась со счетом 16-0 Собственно, не улыбнулась в этот день удача и лабытнанским спортсменам Несмотря на три забитых шайбы Леммингом, отодвинуть игру от своих ворот у «Полярных волков» не получилось 11-3 в пользу ярсалинских хоккеистов С разгромным счетом для наших спортсменов закончился и второй день На льду волчата пытались противостоять Пуровчанам, только вот безрезультатно 14-1 Не удалось обыграть сборную и Северной короне Их игра завершилась со счетом 16-0 Третий финальный день стал победным для «Полярных волков» Ребята обыграли команду из Мужи со счетом 8-1 Следом на лед вышли Лемминги, сборная Пуровского района Причем последний уступать лидерство не стали По итогам трехдневного турнира главный хоккейный кубок достался Пуровчанам Вторую строку турнирной таблицы заняли Лемминги Третье место отвоевали наши полярные волки Участники команды Александр Гудимчик и Егор Сазонов Были отмечены как лучший защитник и юный игрок Это была последняя информация выпуска На этом у меня все А далее прогноз погоды В студии работал Андрей Симоненко от имени всего коллектива Благодарю вас за внимание Все наши новости, а также официальные проверенные информации Доступны в интернете на сайте lbtv.ru В группах ЛТВ, во всех популярных социальных сетях и на портале YouTube Подписывайтесь, смотрите, комментируйте Будьте в курсе событий Я с вами прощаюсь Желаю вам хорошо провести эти выходные дни До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok